Здравствуйте, дорогие друзья! 148-й псалом в нашем путешествии по волшебной книге Тили. Этот псалом 148-й, катки 149-й, они очень важны в пишут в Леоне книгах для спасения, не дай Бог никому, от огня. Когда человек попадает неприятно связанным с пожаром, с огнем, читают. Вообще написано, что все небесное воинство и все обитатели земли прославляют Творца. Есть такой хор, который мы не слышим, но голос человека и его деяния тоже вплетаются в этот хор. Говорят мудрецы, что 148-й псалом входит в систему 10-ти сферот основных и связан с сферот Тиферет, гармония, Яков. Это очень важный, сбалансирующий псалом. Еще раз написано в древних книгах, что останавливать пожар можно этим псалом, чтением, исправленной каваной. Когда человек хочет что-то узнать во сне и ложится спать с просьбой неба обратиться, обращаясь что-то ответить, тоже перед этим обязательно читают этот псалом. Говорят, что последние буквы 11-го посука псалма образовывают имя, связанное с ангелом, который отвечает за вот эти вопросы, связанные со сном. Что еще написано? Что в общем-то 148-й псалом это молитва благодарения. Очень серьезная, очень глубокая молитва благодарения Богу. Ну вот, пожалуй, все. Брахава слуха.